Привет, привет, привет! Доброе утро! У нас светит солнышко, посмотрите как! Попадает в окно, небо голубое, хотя мне с утра казалось... Кофе! Поставлю кофе. Хотя мне с утра казалось, что очень пасмурно. Я встала уже давно, где-то пол шестого. Лежу, валяюсь, волосы торчат. Слышите? Дверь бьется, очень-очень сильный ветер. Солнце так светит. Просто ураган! Я хотела сходить с утра пораньше, сейчас вот время 9, без 5-9. Я хотела сходить... Мне нужно до пятерочки, мне нужна вермишель, мне нужна... Слушайте, прям как светит. Мне нужна вермишель, вот. Мне нужна... Я хотела зайти в фикс прайс. Он работает, только вход с другой стороны. А, сяду на стол. Вот. Придется одевать, наверное, шапку. Я думаю, посмотрите, у меня волосы торчат. А, спала. Вот, валялась. А на счет... Плюс 6 у нас где-то. Но очень сильный ветер. Просто уже... О! Ну, откуда бабулечка прется? А, с собачкой гулять. Вот. Поэтому я хотела добежать в ту сторону, где у нас аптека. В принципе, на нашей стране аптека нет. Если что, то я иду в аптеку. Но я взяла с собой паспорт. Думаю, не будут останавливать. Не будут ничего проверять. Люди, в принципе, ходят. Но я бы без надобности не пошла. Потому что у меня закончились всякие фруктики. Киви закончилось. Хочется зайти в пятерочку. Ну, и просто посмотреть. Я, в общем, что? Я сделала на зоне заказе. У меня закончился цикорий. Что-то он, кстати, две банки. Очень быстро закончился. Мне кажется ли вам, когда я делала? Когда лоток кошки купила, да? Заказывала две банки цикория. В общем, он уже кончился. Сейчас кружку помою. Заказала еще, знаете что? Макароны еще себе гречневые заказала. Хочу попробовать. Просто обычные такие, какие-то спиральки. Так. Просто обычные спиральки. Такие, но гречневые. Попробую, что это такое. В принципе, вроде не так дорого. Сейчас по ценам вам ничего не скажу. Завтра должен прийти заказик. И тогда, если я его заберу, то уже скажу. Ну, если завтра заберу. У меня закончились вот эти... Я взяла последнюю уже, да. Вот эти тряпочки из фикс-прайса такие. Поэтому надо будет кое-что подкупить. Я еще увидела, что в фикс-прайсе продаются маски. Тоже нужно посмотреть. Все же надо будет купить, если куда в магазин одевать маски. Хотя я не собираюсь особо там по магазинам ходить. Вот, смотрите, чеснок порезала, да, почистила. И никому не нужно, никто не ест. Вот так. Аромат бесподобный. Вот он закрытый, он не сохнет. Надо использовать куда-нибудь на маринад. Вот, поэтому сегодня... Посмотрю. Вертолеты летают. Ой, какой ветер. Наверное, шапку буду одевать. Вот, у нас, кстати, в подъездах убирают. Просто мальчик ходит с ведром, со шваброй. Просто убирает. Вот. Ну, такой местный, который и подметает... Подметает улицы. Ну, подметает вокруг дома дворник. Он же убирает в подъездах. Так, все, вытерла. Поэтому сейчас попью кофе. В общем, в заказе козон. Заказала там опять две баночки цикория. На него там опять акция. Кстати, этот цикорий очень приближен по вкусу кофе. Где? У меня баночка не осталась? Нет, баночка не осталась. К сожалению, хотела вам показать. Баночка не осталась. Зато смотрите, какое у меня есть золото. Полно банка золота. Куркума. Смотрела, так дорого стоит. А у меня целая-целая банка. Я когда-то давным-давно... Знаете, когда? Ну, у него срок годности еще не прошел. Я его покупала вообще за сущие копейки в торговых рядах. Представляете? В рядах в питерских. 210 грамм золота. Куркума. Срок годности хороя. Только единственное, я не вижу, где начало срока годности. Странно. А, кстати, изготовитель Санкт-Петербург. Вот так. А знаете, какая улица? Интересная такая улица. В Питере очень много таких необычных названий улиц. И улица называется «Дорога на Турухтанные острова». Представляете? Звучит, как в каком-то неведомом рассказе. «Дорога на Турухтанные острова». Дом 8. Это изготовитель. Санкт-Петербург. А, вот. Так что у меня есть куркумучечка. Еще есть кари. Да, полезла в Озон. Куркума дорого стоит. Что-то накинулось мне. Я заказала там себе приправы для колбасок. У меня черева есть. Вот. И там очень интересно. Там уже подобраны такие приправы. Да где ложечки же все? Я вам все покажу завтра или послезавтра, когда придет Озоновский заказ. Там такие приправы и специи уже подобраны для конкретных колбасок. Например, мюнхенские колбаски, баварские колбаски, чевапчичи. Я заказала три вида таких приправ для колбасок. Там примерно рассчитано... Там, кстати, много. Там эти приправы практически на 5-6 килограмм. Там надо смотреть. Там есть и чисто говяжьи колбаски, и чисто свиные колбаски. Мне нужна, кстати, небольшая грудиночка теперь для колбасок. Вот. Там расчет идет весь на 1 килограмм. Но вы смело можете увеличивать до 5-6 килограммов. Вот этот сам пакетик с приправами, он рассчитан именно на 5-6 килограмм фарша. Поэтому это надо смотреть. Будет. Так. А чем я буду завтракать? У меня, кстати, ничего нет на завтрак. Вот так. А вы говорите, Марина много ест. Немного я ем. Кстати, худею. Худею и занимаюсь спортом. Вот я начала вот так вот это самое нагинаться с гантелей. И у меня перестало болеть шея. Встало все на место. Все. Никаких болей нет. А то, думаю, опять надо будет обезболивающее. Нет. Боли прошли. Я буду продолжать делать. Это называется... С гантелей. Вот так поднимаешь руки вверх с гантелей. И вот так наклоняешься. Только сильно не надо наклоняться. У тебя еще под тяжестью гантели. И получается, ты стоя качаешь пресс. У тебя вот эти мышцы напрягаются. Тебе не надо ложиться. Я посмотрела там одну девочку на ютюбе, которая показывает очень много упражнений именно для пресса стоя. Вот. Еще посмотрю, что в холодильнике. Чем я должна завтракать? Ну, вот так. И мне нечем, оказывается, абсолютно завтракать. Представляете? Я-то думала, у меня есть одна крабовая палка. Нет. Нету. Посмотрите. Пустая упаковка лежит в холодильнике. Так что, на завтрак у меня ничего не будет. Сейчас я попью кофе. В принципе, можно. Я не знаю, есть ли там печенье с кунжутом. Хлеба хочу напечь сегодня. Вот. Что я вам рассказывала? А, за эту гимнастику. Так что, буду продолжать заниматься. Я не хочу сказать, что у меня прям раз, а за один день такой прям результат. Вот, салатик. Ну, салатик доем вот этот чуть-чуть. Кстати, вкусный. Вот по вкусу напоминает, как наш, на самом деле, советский салат из столовой. Раньше были такие салаты. Огурь, ну, морковка с капусткой. Ему вот надо дать постоять подольше. Вот он у меня уже стоит, дед, да? Очень вкусно. Ну, вот я и выдаю. Так что, заказала эти приправы и специи. Заказала какую-то для себя новую специю, новинку. Ну, не знаю, для других новинок это ли не новинка. Но на озоне я раньше не видела такие. Вот. Самое. Для курицы. Мне очень понравилось, там не содержится соль. Заказала себе опять вот эти. У меня закончился соус терияки. И соевый соус. Такой. Вот в озоне я заказывала. Все промаркировано. Подошел к концу. Тут еще чуть-чуть осталось. В какой-нибудь маринад кину. А такая же банка литровая соусом терияки уже выкинула. Очень классно для маринования. Очень классно. Так что, вот такой. Классический заказала себе. И терияки для маринования. Вот, смотрите, точно такой же. Только этот, получается, стоит 80 рублей. А я за 100 рублей, за 150, себе заказала 1 литр. А здесь всего 200 мл. Очень-очень выгодно брать. Заказала кое-какие приправки и макароны. Макароны одни заказала гречневые, а другие заказала свои любимые. Вот эти мелидзана. Только не знаю. На картинке-то не понять, как они выглядят. Я хотела трубы. Такие трубы. Это типа спагетти. Но они полые внутри. Толстые спагетти, но внутри пустые. Вкусно. Вот этот салатик. Всё умяли. Всё съели. Поэтому утречком. Сейчас через часик. Дойду до фикса. Завтра придёт заказ. Всё. Мыть. Всё съедено. Посуду всё помыла. Так осталось кое-какие нарисовки, наработки. Насчёт вот этих котлет брать больше не буду. Не едятся. Там откусила. Всё же, ну, свои сделать. Лучше свои. Не едятся. Вот. С добрым утром. Уже среда. Ветера с завыванием. Заказик у меня получился на 2000. Хотела, думала, пускай курьер привезёт. Думаю, а чё нет? Фиг. Фиг там. 250 рублей. Пожалела. А у нас всего два пункта доставки. Представляете, работает? То прямо на каждом шагу, вот через дорогу выйди, плюнь. А это всего два пункта. Но у меня заказ ещё такой большой. Я там себе кое-что заказала. Поделюсь с вами обязательно. Соусы кое-какие заказала. Приправки. Приправки. Сейчас уже не помню, чё. Не помню уже, что. Вот. Так что придёт. Мне надо купить круглозёрный рис. Очень хочу сделать... Глупцы. Посоветовали с круглозёрного риса сделать. Никогда не пробовала с круглого делать. Вот. Поэтому придёт заказ, всё вам расскажу. И сейчас добегу до фикс-прайса. Если что, куплю, тоже с вами поделюсь. Потому что вот эти... Кухончик у меня уже закончился. Потом тряпочки эти закончились. Вот эта вот ерунда закончилась. Биолан. Всё. Тут пусто на один раз. Надо купить. Я знаю, там... Биолан этот появился. У меня и сода, и биолан закончились. Надо ей соду покупать. Но я была в пятёрочке. Там сода была. Но я с лимоном не люблю. Мне уже надоело всё с лимоном. Надо промыть все зеркала. Вот этим средством. Интересно, хорошее, не хорошее. Особенно оно двухэтапное. Оно просто прыскает и пену даёт. Вот интересно. Тоже рассказываете, чем с утра вы занимаетесь. В общем, я, наверное, побегу. Побегу в фикс. Шапку одену. Одену шапку. Без шапки не пойду. Ветер очень такой сильный. Вот. Поэтому с добрым утром. С добрым утром среды. Завтра уже четверг. И как только я получу свои приправы для колбасок. Там есть рецептики в них. Прочитаю. Всё на листочек надо записать. Сколько, куда, каких колбасок. Какого мяса в какие колбаски нужно. Но я в основном только взяла всё из свинины и из говядины. Потому что с баранины один взяла. Не помню. Но это надо будет купить тогда грамм 700-800 баранинки. Не помню, взяла я с баранины, не взяла. Придёт, посмотрим. Заплатила всё онлайн. Потому что наличку не принимают. Говорят, только онлайн. Только онлайн. Ради безопасности. Всё. Утро. С добрым утром. И будьте такими же добрыми, как это слово. Доброе утро. Продолжение следует...